Если честно, немножко как бы непривычно, некомфортно рассказывать незнакомым людям Обычно я делюсь с друзьями, как правило, когда люди узнают то, чем я занимаюсь Или то, что я уже преодолел, они либо крутят у виска, говорят, что это, ну, ты как бы сумасшедший Либо говорят, что это невозможно, да? Ну, либо спрашивают вообще, как бы, живые люди могут это делать или нет? Непонятно Я коротко скажу, можно я присяду? Если не против, то вы все сидите, мне кажется, некомфортно стоять, да? Я думаю, что у нас сегодня такая, не супер какая-то, а такая очень умная лекция Я бы хотел, чтобы мы с вами просто пообщались Я поделюсь своим опытом, который у меня есть Я считаю, что это не какой-то там большой, великий опыт, да? Все относительно, скажем, мои результаты относительно того, куда я стремлюсь И то уже с какими людьми я общаюсь, это мало Но относительно того, кем я был два года назад, это вообще очень-очень много Как мне кажется Вот, коротко о себе Мне сейчас 30 лет, есть семья, есть дочка маленькая Они скоро должны подъехать, наверное, присядут туда Занимался раньше тоже спортом Последние 9 лет, наверное, ничем не занимался так активно Вот Чего я, ну, так достиг, давайте так скажу, да? Пробежал марафон Один марафон у меня был Московский марафон Не, не московский, первый марафон Это был горный марафон в городе Златоуст Пробежал его за 4 часа 40 минут Это был горный марафон То есть там перепад высоты был общий полторы тысячи километров Ну, полторы тысячи метров Очень было тяжело, просто ужасно Потом это была олимпийская дистанция в Москве уже в триатлоне Потом это был в Геленджике Морская миля заплыв через всю бухту Это, ну, 1900 метров в открытой воде И, ну, самый такой, наверное, пик достижения Это половинка айронмена Дистанции Вот Может быть, кто не знает, что такое айронмен? Кому надо рассказать? Мне надо рассказать Хорошо Вы просто кофе сюда зашли попить, да, случайно? Нет, я по себе Окей И, ну, тоже такое, в принципе, я считаю Для меня очень классное достижение Вот буквально недавно, полгода назад Был московский марафон Я его пробежал Планировал за 3.20 Для меня это был вообще предел мечтаний Встал за письмейкером на 3.14 Пробежал 3.06 То есть, в принципе, для меня это круто, да Хотя, когда я смотрю нормативы То по нормативам я там даже, ну, еле-еле второй юношеский сделал, да И, конечно, ну, смешно Но при этом в общей массе было достаточно хорошо Вот Это если коротко о себе Я бы хотел узнать коротко о том, с кем я общаюсь Для того, чтобы понимать, что интереснее будет рассказать Следующие, там, 40 минут Скажите, есть люди, которые бегают стабильно? Ну, хотя бы 5 раз в неделю Друзья, а что тогда в стабильном вашем понимании? Раз в год Хорошо Есть? Я тебя не вижу Если тебе нетрудно, пересядь Или ты не слушаешь? Ну, вообще-то мне комфортно Окей Просто мне некомфортно, человек без головы Триатлоном есть кто занимается? Триатлоном Один человек только, да? Окей У кого Кто бегал марафон уже? Кто пробежал марафон? Раз Два Два человека Какой результат? 2.28 Лучший Ну, то есть ты 3.28 А, я думал, ты просто профессионально занимаешься Потому что 2.28 это уже все Трех не выходил никогда Окей Да, и 4 Четыре часа, да? 3.59 3.59 и 4 разные уже вещи, да? Там прям такая толпа, знаете, кто из четырех И потом там тянутся все остальные Окей У кого есть цель пробежать марафон? У кого есть мечта Когда-нибудь пройти дистанцию Iron Man Есть такие люди, отлично Давайте расскажу, что такое Iron Man Ну, давайте вообще по порядку, да? Как я к этому ко всему пришел На самом деле в детстве вообще ненавидел бегать Я раньше занимался С 6 до 12 лет занимался плаванием И техника у меня есть Она сохранилась, ее очень сложно куда-либо деть Выносливости не было Вот, то есть когда я начал заново плавать Вообще проплыл 200 метров, все Больше не могу устал При этом техника какая-то есть Потом я занимался горными лыжами Потом я занимался парашютным спортом Ну, немного, там порядка 40 прыжков где-то с парашютом Обе-таки все относительно, да? Просто у меня и друзья, у них там по 5000 прыжков Поэтому 30-40 это как бы немного В чем еще занимался? Паркуром занимался, там маутинбайком на велосипеде прыгал И в принципе, а и скалолазанием То есть кандидат в мастера спорта по скалолазанию Такими циклическими видами спорта практически никогда не занимался Кроме плавания вот в детстве, да? То есть подготовки такой какой-то вот сильный В плане там мышц и выносливости Ее как таковой не было То есть я всегда любил какие-то короткие дистанции Там скалолазание, это у тебя максимум там На скорость ты бежишь минута 30 секунд и все Бегать ненавидел вообще очень сильно Кто не любит бегать? Есть такие, кто не любит? И не любил бегать, но начал Вот Когда тренер на погорном лыжах нам говорил, что у нас сегодня кросс Для меня это было просто слезы Надо было бежать час Я не представлял, как можно бежать час Я, как правило, куда-нибудь сворачивал Отсиживался и на обратном пути присоединялся ко всем Вот Так вот это было Как я пришел к тому, что все-таки начал бегать? У кого так бывало? Поставили цель, вышли на улицу Один день бегаем, неделю не бегаем День бегаем, неделю не бегаем Ну или еще хуже Вообще, утром будильник поставили, проснулись И столько причин Не вставать и не бегать Бывало И вот эта проблема Это как раз-таки большая проблема Которую пока я ее не решил Я не смог бегать стабильно Вот И проблема, она, как сказал кто-то из великих Да, не решается на том уровне, на котором возникла Почему? Потому что Иногда оттуда водички Если вы не против Почему? Потому что Если мы ставим цель Вот я, например, перед собой стоял цель Надо бегать Надо начать бегать по утрам Так вот, начать бегать по утрам Это самая дурацкая цель, которая может быть Потому что это вообще ни о чем Потому что, по сути, вы вышли Утром бежите Все, вы цель достигли Завтра что? Опять та же самая цель Опять ее достигать И так, там, 365 раз в году Неинтересно Поэтому цель должна быть выше Да? Чем действие И причем не чуть-чуть выше А выше настолько, чтобы Ну, капец Вообще Вообще даже Чтобы вы не представляли Как этого можно достичь И для меня лично Такая цель Явился марафон Вот для кого Кажется, что марафон Это капец Вообще сложно И Как бежать 42 километра? Веручий Ну, для тех, кто не знает Марафон Это не любая длинная дистанция Как обычно думают люди Да? И как я раньше думал То есть марафон 4 километра Для кого-то уже марафон Нет Это 42 километра 195 метров По мировой статистике В среднем марафон Пробегают за 4,5 часа Средняя мировая статистика За 4,5 часа Да? Но есть люди Которые умудряются пробегать И за 5 И за 6 Ну, потом уже В принципе Как правило Трассу закрывают Да? Так вот Я поставил перед собой Такую цель Пробежать марафон Правда Вот Сейчас я уже не помню Этих ощущений Но тогда Я просто вот Сам перед собой Так себе сказал Если ты это сделаешь Ты просто на всю жизнь Будешь героем Для самого себя Можешь гордиться Рассказывать детям Внукам И там Надо будет Портрет повесить У всех родственников дома Вот Это вот настолько было круто Сейчас это вообще Кажется не круто Вот сейчас можно Повыбежать И в принципе 42-50 Пробежать Поэтому вот это вот Состояние Которое у вас есть Если вы еще не бегали Но хотите Оно мне кажется Самое классное Вообще просто Прям вот Все внутри Начинает вибрировать Очень классно Вот Поставил цель Пробежать марафон Купил программу Ну как все Наверное Бегал Начал бегать По телефону Да Кто бегает С телефоном Вот там Какие программы есть Рантастик Ранкипер Найк плюс Да Что еще Эндемонда Программ много Я как-то вот так вот Сразу набрал там В App Store Да И мне выдал Рантастик Скачал Рантастик Начал по нему бегать Вот я рекомендую Мои рекомендации Всем тем Кто хочет начать Не просто бегать А достичь Какую-то цель Сразу скачивайте программу И покупайте Программу тренировок Вот Я заплатил там 800 рублей За программу подготовки К марафону Это ну как бы Копейки Да Это вообще Ничего не стоит Потому что Если вы будете у тренера Лучше тренироваться Это будет намного дороже Естественно Если у вас плохо с дисциплиной Лучше тренером Потому что Если хорошо с дисциплиной Программа Она сильно не поможет Да У меня более-менее Было с дисциплиной Мне нужна была программа Каждое утро я вставал И там через день Была тренировка Да Вот она была рассчитана На 16 недель Тренироваться я начал Получается 14 13 В начале лета 13-го года Вот И планировал где-то там По-моему К октябрю Что ли Пробежать Свой первый марафон Да Какой раз Объем Вы делали С этих Класс Объем Давайте я отвечу Но вообще Желательный вопрос Если есть Запишите В конце У нас будет время На это Объем Где-то я Перед марафоном Бегал по 200 220 250 Километров В месяц В месяц Да Как бы Немного Немало Так вот И что произошло Я начал готовиться Я начал тренироваться В принципе Я не был там Знаете 200 килограмм То есть Мне не надо было Сильно как-то себя Преодолевать Достаточно быстро Вошел в форму Полюбил бег Потому что Для меня Знаете Вот Ну такой Ритм жизни Достаточно активный Там Семья Бизнес Какие-то поездки Деятельность Работа И вот утром Когда я встаю И у меня есть по программе Там полтора часа бега И вот это вот Мое святое время Вот может быть Кому-то знакомому Святое время Утром Тебе никто не позвонит Потому что я ставлю авиарежим Да Тебе никто там Не постучится В комнату Не зайдет Тебе никуда не надо Не решать какие-то вопросы Проблемы И вот так я полюбил Бегать Я прям уже Пробежал тренировку Я знал, что через день У меня снова бег Я прям ждал Когда будет Это вот мои Там час Полтора часа Которые я могу Посвятить себе Можно слушать Аудиокниги Тренинги Просто думать Бежать Размышлять Ну и так далее Вот кто вот это Любит состояние Вот это вот Одиночество такого Да Я люблю Вот это такое Состояние Одиночество Что произошло дальше Где-то Наверное Через 16 недель Далеко не прошло Прошло наверное Недель Пять И я понял Что я уже Пробегу марафон Точно я пробегу И представьте Что произошло Как вы думаете Нет Не травма Не пробежал Интерес Да Нет Не то чтобы Интерес Но мотивация Некая пропала Кстати Супруга моя Дочка Пришла То есть Некая мотивация Она пропала И я Не то чтобы Стал пропускать Тренировки Но как-то Вот я понял Что мне нужно Еще что-то Потому что Все Я понимал Я пробегу Марафон Да У нас было Там определенное Мероприятие С партнерами На Кандрекуле И я утром встал У нас там был тренинг И до тренинга Я сделал круг Вокруг Кандрекуле Кто-нибудь был На Кандрекуле Вот И там был туман И вечером Мне казалось Ооо Бежать это озеро Невозможно А на утро Я встал Побежал По программе Тренировок У меня там было Что-то порядка Бегать 2 часа Я смотрю По Рантастику Я пробежал Уже половину озера Думаю Смысл бежать обратно Если можно Закончить круг Да Вот пробежал Там где-то было Не помню Там 20 с чем-то километров И тогда Я начал опять Искать в интернете А что дальше Что есть больше Чем марафон Да Я не знал это И я наткнулся На Ironman И все Это опять Мне сорвало крышу И опять Подумал Что ну это просто Невозможно Я еще марафон Не пробежал А тут нужно еще Вот такое преодолеть Да Что такое Ironman Ironman Это когда вы Стартуете Ну в основном Старты проходят В Европе Там В США Ну у нас нету Короче в России Да То есть вам нужно Поехать за границу Это тоже для Ну кого-то будет Определенными Трудностями И препятствиями Не только финансы Но и может быть Психологические Какие-то вещи Да И там элементарные Визы И так далее Потом Это ты плывешь В начале 1,9 А полный Ironman Это ты плывешь Это ты плывешь 3,8 километра В открытой воде В открытой воде 3,8 километра Представили себе Да Вот Большинство нормальных людей Уже не могут это сделать Понимаете Да То есть вот Большинство людей Не могут взять И поплыть Поплыть 3,8 Мало того Вы плывете И рядом с вами 2000 человек 2000 человек Да То есть это вообще Такое месиво Рубиловка Ну то есть тебе реально Тебе по башке прилетает Очень много раз Тебя могут очки сорвать У народа Знаете Гармен Есть часы такие Быстросъем есть Можно быстро снять И на велосипед одеть Знаете Да Вот у народа Гармен с быстросъема Слетали и в воду тонули То есть уже неоднократно Да Разбивались там часы Там жесть происходит Ну Девушки У них поспокойнее там Так что не переживайте У них намного меньше человек Вы плывете 3,8 километра В открытой воде То есть как правило Вы нарезаете Больше чем 4 километра 4,5 кто-то нарезает Да Потом Вы Переодеваетесь И сразу Едете на велосипеде 180 километров То есть нормальный человек Просто даже проехать 180 не сможет Это очень Ну долго и тяжело То есть это примерно Где-то занимает Там часов 7 У обычного человека Только велосипед Плавание занимает Где-то полтора часа Потом вы переодеваетесь И сразу бежите Небольшую дистанцию Те же 42 километра То есть полный марафон Да Это занимает После всего вот этого Занимает Даже у там профиков Занимает почти Под 3 часа А у обычных людей Это занимает Где-то часов Под 5 уже То есть Итого Эта дистанция Занимает У обычных людей Таких как Мы с вами Если мы начнем готовиться Займет где-то Часов 14 13-14 часов Представляете Да Не представляете Там же лимит 17 часов Там лимит 17 часов Да Есть люди Которые даже Не укладываются 17 часов Ну Не стоит Участвовать В этих соревнованиях Если вы планируете Бежать дольше чем 15 Это будет огромное Мучение для вас Потому что Все-таки Надо подготовиться Есть люди Которые знаете Там за год Подготовились Даже меньше И прошли полную Дистанцию Айронмена Если вы Прочитаете О таком человеке Вы скажете Герой Класс Супер Мега Крутой Да Но я знаю Изнутри Как все будет Происходить Это ничего хорошего Нет Как правило Такие люди Сразу прекращают Заниматься Триатлоном Все Вообще Потому что Ну я не знаю У них их тошнит Просто от этого Да Это просто ужасное Состояние Когда ты не готов И тебе надо Преодолевать Это издевательство Просто над своим телом Там и так тошнит Даже если ты готов Во время этой дистанции Да Там желудок сворачивает Отказывает Тело Бывают разные Прикольные штуки При этом Вам нужно еще В течение 14 часов Ходить в туалет Как-то Да Вот И при этом Вам нужно еще Как-то питаться То есть 14 часов Питаться надо Правильно И пить воду Питание В триатлоне Считается Четвертый вид спорта Потому что Если вы правильно Не разложили питание То Вас организм Просто выключит И все Либо желудок Вас просто скрутит Да Либо Вы просто Потеряете сознание Ну там Судороги Вас могут свистеть Это Это вообще нормально Вот И так я поставил Перед собой цель Пройти Полный Ironman Потом я узнал Что есть еще Ультра Ironman Еще есть Но это вообще Жесть Ну так Чтобы до конца До конца Вы поняли Что возможности Человека безграничны Ультра Ironman Это когда вы Вот эту дистанцию Ironman Полную Бежите каждый день Десять дней Вот вы сегодня встали И пробежали Ironman Завтра встали Пробежали Ironman Послезавтра встали И еще раз пробежали Ironman Ну так Как в школу сходить Короче Это Я не знаю Пока для меня Это космос Так вот Я понял Что я смогу Пробежать марафон Не надо ждать Четыре месяца Когда я подготовлюсь Я посмотрел Где ближайший марафон На тот момент Прошло всего 7 недель Не 16 Как по программе А всего 7 недель И я нашел Что в Златоусте Проходит горный марафон Забег за облака Кто-нибудь слышал про него? Кто-нибудь участвовал Может быть? Нет? Очень классная вещь Но Мне мой друг сказал Ай да Приезжай Он там живет В Златоусте Будет твой первый марафон Как раз был 25 августа Мой день рождения Я думаю Что может быть лучше В свой день рождения Пробежать марафон Да? Чем Ну то есть Я алкоголь не пью Поэтому я все равно не бухаю В свой день рождения Да? Если ты не бухаешь То ты скучно проводишь День рождения Поэтому лучше пробежать марафон Я шучу конечно И он мне не сказал одну вещь Что это вот такая приставочка Горный марафон Да? Я думал Я сейчас побегу По асфальту По прямой 42 километра Не тут-то было Я туда уже приехал И уже понял Что-то не так Потому что трасса была По лесу Я когда посмотрел Перепад высот Карту То есть полторы тысячи метров Перепад высот Ну вот жалко нету фотографий Ну я думаю Может быть они появятся Последние 300 метров Это просто Курумник Курумник Это вот Камни вот такой величины Вот такой величины И они лежат вот так Друг на друге То есть последние 300 метров Вы просто лезете Ну благо я занимался Скалолазанием И я остался живой Но вот эти 300 метров Ты бежишь И с разных сторон Слышится То есть народ падает Разбивает себе Голени об камни Там колени Очень много народа там полегло Хотя до этого еще ты бежишь До этого шел сильный дождь А было холодно И когда ты вот забегаешь на эту уже вершину Она открыта и там дует сильный ветер То есть очень ужасное Так состояние Но на вершине там тебе давали чай И этот чай был самый вкусный Который я вообще пил пока в своей жизни Невероятно классный чай И там была такая интересная штука 15 до вершины И 15 до старта Кто-то бежал 30 А кто 42 Еще им надо было 6 сюда и 6 сюда И вот когда я добежал 15 туда и 15 обратно У меня был огромный большой просто соблазн Закончить И чтобы меня вообще сняли с дистанции Потому что когда я уже бежал обратно Я только у меня одна мысль была Нахрена мне это надо Это действительно так и есть То есть к этому невозможно подготовиться И именно поэтому мне нравятся вообще Такие вот выносливости Потому что для меня лично бег это тренировка мозга Не ног Тренировка мозга Как можно тренировать свои мозги? Ну нам не знаю кроссворды разгадывают Как обычно люди это делают Но на самом деле здесь именно такая жизненная тренировка Когда в жизни тебе нужно принимать какие-то решения И тебе нужно терпеть Терпеть например не знаю там По своей работе По бизнесу Отношениях семейных То есть тебе надо долго-долго-долго терпеть И работать над собой И вот когда ты бежишь Четвертый час И организм тебе говорит Все хватит А ты ему говоришь Нет давай дальше Говорит все хватит Нет давай дальше Все хватит И давай целый час Ты с ним борешь То есть в любой момент Смотрите что самое интересное В любой момент ты можешь остановиться И никто тебе ничего не скажет Ну то есть накануне там Ни квартира твоя Ни машина Ни статус даже какой Ты можешь остановиться Пойти пешком И все Ничего страшного Но ты делаешь над собой усилия И вот в этот момент Ты тренируешь мозг И я заметил что в жизни Когда есть какие-то сложные ситуации Да работает Давайте Включайте Что вы умажете Включайте Почти работает Ну вы настраивайте Я пока буду рассказывать И это очень классно Вот я вам просто хочу сказать Для тех кто пока Может быть не знает Или ему нужна какая-то мотивация Это тренировка мозга У вас будет огромное преимущество в жизни Перед другими людьми Потому что жизнь Это у нас далеко не Короткая дистанция А марафон Правильно? Вот поэтому Здесь вот очень классно Что потом произошло? Финишировал Финиш это было вообще нечто Неделю после финиша Я чувствовал Что я король вселенной Я действительно Я ходил вот так вот Просто я не знаю Я готов был ногой открывать Двери везде Да На перекрестках На машине я ездил Меня все должны были пропускать Это невероятное состояние Потому что ты понимаешь Вокруг никто этого не сделал Ну никто вообще То есть по статистике По-моему Меньше 0,1% людей В мире пробежали марафон Что-то где-то так Статистика Он так и будет? Сейчас будет лучше А сейчас будет лучше? Хорошо Вот кстати справа Вы можете посмотреть Это книга Которая являлась моим стимулом На пути к марафону Кто читал эту книгу? Есть Железный человек есть в каждом Джон Келлос по-моему Да если не ошибаюсь Там внизу есть переписка От кресла бизнес-класса До Айронмен И вот то что он там сделал Это вообще был ужас Я когда читал Мне стало так страшно На самом деле При прохождении дистанции Не было так страшно Потому что он был Стандартная классическая Американская история Он был толстый У него был огромный бизнес Который съедал все время И там даже при легком беге У него пульс там подскакивал Уже под 200 Да? Вот И вот он все это преодолел И прошел дистанцию Я просто подумал Ну если он смог То наверное я уж тоже как-то смогу Но слева вот это я Это я финиширую Как раз в полу Айронмен Это мы называем полу Айронмен А вообще в Европе В Америке Они так не говорят Они говорят Айронмен 70-03 И для них это тоже Железная дистанция Вот Правда только Когда вы проходите Полную дистанцию Происходит самое классное Но я не знаю Во всяком случае Я читал в этом книжке Я мечтаю Что это произойдет со мной Некая такая вот моя цель Когда вы финишируете Диктор в трубку Ну в микрофон Объявляет ваше имя И говорит что Вы железный человек Как тебя зовут? Ильнур Ильнур Ну примерно так звучит Ильнур You are Ironman Представь как ты себя будешь Чувствовать после этого Ну там до слез То есть там люди плачут Это конечно очень Очень круто Так не получается Ну если ближе Сейчас его поставим Он будет показ Просто не хочется Прям вообще нарушать Беседу Ну ладно Переключи следующий слайд Перерыв допустим Какой-то Ну здесь это просто Вот я об этом уже сказал Да Вы все знаете Там написано Ну давай расскажи еще Что ты собираешься бегать По утрам Вот Здесь я просто Мне так проще По слайдам комментировать Я просто скажу Да Как пробежать первый марафон Вот ответ на вопрос Как пробежать первый марафон 90% усилий Можете записать Прямо себе Да Или запомнить Это 90% усилий Это принять решение Значит поставить цель Вы не поверите Это Зарегистрироваться на марафон Вот кто уже зарегистрирован На какой-нибудь ближайший марафон Из тех кто хочет пробежать Один человек На лыжный марафон Ну лыжный тоже Да почему нет Смотрите Даже если вы пока не начали бегать Зарегистрируйтесь на марафон Не раньше чем через полгода Поверьте Полгода Вот так для того Чтобы вам подготовиться И пробежать марафон Ну здесь нет каких-то супер там Выдающихся Огромных людей Там с большими массами Или с какими-то проблемами Да я думаю так Полгода хватит Поэтому Вот я вчера купил слот На московский марафон Который будет 20 сентября Почему купил? А в продаже 1200 рублей Потому что Регистрационный износ Да Регистрационный износ И вот я вам рекомендую сделать это Думаю 1200 не так уж и много Но Когда вы поставите цель У вас все остальное Вся ваша жизнь Она выстроится Простроится под эту цель Не наоборот Не пытайтесь сейчас Оптимизировать свое время вначале Найти деньги Найти Там не знаю Кроссовки купить Штаны нормальные купить Да Как это обычно бывает Купить себе часы Классные Там тренер найти И потом Когда все это будет Поставить цель И купить слот Всю жизнь будете готовиться Вот сегодня Заходите на сайт Moscow Marathon.org По-моему И покупаете слот За 1200 рублей Вы можете дешевле найти Там Белая ночь будет в Москве Очень много марафонов У нас в Уфе Да Я думаю Подождите В течение месяца Решится вопрос Может быть Купите слот На уфимском Марафоне Я на самом деле Рекомендую купить И на уфимский И на московский Просто Почему Потому что Ну и не обязательно Московский Но просто Когда Такого масштаба Вот я был в Златоусте Там было классно Но я был в Москве Когда было Там 14 тысяч человек Бежит марафон Да Это невероятное Просто ощущение Ну Конечно Очень классно Совершенно другой уровень А на Ironman Это Ну там взносы Другие То есть там На половинку Взнос был 500 Нет 300 евро На половинку И на полный Ironman Я заплатил 600 Франков По-моему Что-то около 40 35 тысяч рублей Это на полный Поэтому Что с такими Стартными Износами Помножьте На 2 тысячи Человек Да Там собирается Не 1 миллион Долларов Вот Можно организовать Очень классные Соревнования Но это просто Там Невероятно Я просто сам Немножко участвую В организации Некоторых событий И знаю Что такое Подготовка И там Когда это Очень все продумано Так вот 90% усилия Это принять цель Купить слот И третье Это найти Программу Либо тренера Это 90% Представьте Вы еще бегать Не начали Но у вас уже практически Марафон в кармане Вот я вам клянусь 9% Это тренировки И 1% Это пробежать Марафон Я раньше думал Наоборот Я думаю Что Для кого-то Может быть Будет открытие Все думают Что наоборот Да Потому что Марафон Пробежать Это же 90% А все 99% Но теперь Представьте Если вы подготовленный Для вас Пробежать Марафон Это ерунда Вот для меня Сейчас это 1% Я могу встать Пробежать Ну для тех Кто бегал Так же Правильно Вот Для новичка Пробежать Марафон Вообще Нереально Но об этом Речи нет Речь есть О том Чтобы начать С каких-то Простых вещей Шагов И так далее Можно дальше Следующий слайд Я понимаю Что вам не видно Я-то знаю Что здесь Но это вот такие Некие фотографии С московского Ой С забега За облака Там вот Коленка разбита У меня Я там так Навернулся Один раз Вообще просто Жестко Там Наверх Ты бежишь В горку Обратно Ты бежишь То есть Дождь прошел Кто-нибудь в лесу Был когда-нибудь В Аше Там В Миньяре Инзер Вот ты когда бежишь Представьте Там вот Корни деревьев Грязь Ну то есть Земля Но там прошел дождь Грязь Все это течет Булыжники Камни И ты несешься Ну на огромной скорости Вниз Ты просто как сайгак Прыгаешь Да И там народ падает Тоже расшибается Очень классно Я его пробежал За вот 4 38 Если не ошибаюсь По-моему так Следующий Это вот первый Мой марафон был Забег за А? У победителя Было время Такое За которое я хотел Вообще его пробежать Три с половиной часа Да То есть понимаете Даже у лучшего Было три с половиной Я готовился К этому марафону У меня знаете У меня были такие Бутылочки Для питья Ну кто бегает с бутылочками? Есть такие? Нет? У меня тут были гели Для бега И мне сказали Что на дистанции Будет вода Будет хлеб Будет колбаса Будет сало Сахар и соль Я подумал Ну вообще сумасшедшие какие-то Да? Еще бежать И есть сало Представляете? На пятнадцатом километре Я съел все Что у меня было И на двадцатом километре Я ел сало Хлеб Сахар Соль Чай Воду Все Все что там было Я пробегал мимо Вот так То есть ты бежишь Вот так вот Все набираешь Так все в себя Печенье Все в себя заталкиваешь Да? То есть там сало улетало Вообще только так Это первый Мой первый триатлон В Бронницах Это Подмосковье Олимпийская дистанция Что такое Олимпийская дистанция? Это официальный формат На Олимпиаде То есть триатлон Это Олимпийский вид спорта Но конечно Там людям будет скучно Смотреть Пятнадцать часов Да? Поэтому они сделали Очень короткую программу Это Полтора километра Плывешь Также в открытой воде Сорок едешь На велосипеде И Бежишь десятку Вот То есть несмотря на то Что он короткий Он очень быстрый Да? То есть чем короче Тем быстрее Там скорости Просто невероятные Это Там можно Там разрешен драфтинг На велосипедной Дистанции То есть что такое Когда ты едешь Друг за другом Да? И в плавне Тоже разрешен Когда вы бежите Длинную дистанцию Там это запрещено То есть это еще сложнее Потому что когда вы За кем-то едете На велосипеде Легче процентов на 30 Или плывете за кем-то Да? Вот Легче процентов на 30 Что интересного Я не просто там Участвовал в соревнованиях Я тренировался В определенном клубе И Ну я платил за это деньги Примерно Пять с половиной тысяч Ну я тогда платил еще Одиннадцать Одиннадцать тысяч в месяц Я платил за подготовку Сейчас я плачу Где-то пять с половиной тысяч Вот И у нас был сбор Трех-четырехдневный Я туда приехал И вот этот сбор Дал очень много То есть я знаю Что вот в Уфе У нас как раз Развивается вот это Life Running Это вообще на самом деле круто Потому что Уфа У нас вообще тухлая Просто вообще вот такая вот Не знаю Болото Здесь ничего нет Даже люди Марафоны не бегают Да? Я знаю Что ребята придут Они будут определенные услуги Оказывать за деньги И это очень классно Да? Потому что Ну так никто не сможет подготовиться И они при этом Будут организовывать События Да? Там Бег И я думаю Что через там Пару лет Мы сможем и десятки тысяч человек На марафон тоже собирать Это будет очень круто И вообще здорово Что они пришли к нам Так вот там был Четырехдневный сбор Который Вот за четыре дня Я не напрягаясь физически Улучшил свое время На этой дистанции То есть знания мне дали Улучшил где-то полчаса Представьте Что может дать Просто теоретическая часть Элементарно Как проходить транзитные зоны Потому что у меня было столько вопросов Когда я начал готовиться к марафону У меня были такие вопросы Например А если я захочу писать Че делать Ладно писать Если я захочу какать Че делать А можно или нельзя Да? Я стал искать на форумах Можно ли писать Во время марафона Вот И Ну там так Это оказывается обсуждаемо Да? Потому что куча новичков Для меня сейчас это Ну как бы Я знаю как это И такие вопросы Которые я даже не задумываюсь Да? Вот кому интересно узнать Можно ли во время бега На марафоне писать и как Так вот Можно Не переживайте Вы можете хоть остановиться Полежать Не знаю там Пообщаться с друзьями Вина попить Да и вам никто ничего не скажет Главное уложиться в лимит Другое дело Ваши личные амбиции Ваше желание Закончить дистанцию Точно так же там В транзитных зонах Есть кабинки Туалеты Можно сходить Абсолютно нормально Вообще Можно полежать То есть на полной дистанции Бывает так что у людей Там все свело Они лежат Там полчаса полежали Встали дальше Пошли Дистанции проходить И так далее Было очень классно Единственное было А кстати Плавание в гидрокостюмах Происходит очень классно Примерно на 100 метров Где-то Секунд 5 Дает преимущество Потому что вы выше На воде лежите И прямо вообще классно Как будто На пенопласте плывете Вот Единственное руки Не так двигаются Хорошо Вот здесь вот мы Перед стартом Очень много людей Просто такая толпа Эта энергия Невероятная такая И вода была 16 градусов То есть в любом случае Вода была холодная Где-то вот полчаса В этой воде Надо находиться Ну так достаточно холодно было Вот И там вот мне первый раз Прилетело тоже По голове Такая злость Ты хочешь ей ответить Но надо плыть Это очень конечно классно И вот представьте Там было 500 человек В воде 500 человек В воде Вот так вот Все То есть старт из воды Все вот так вот ждут старта И осталось 5 секунд И диктор объявляет 5 И все 500 человек Начинают повторять 4 3 Там просто я не знаю Такая эйфория Такой адреналин Ну очень круто Ну 4-3-2-1 И там просто вода вскипает Вот так в пену Там у меня было время 2.22 Я показал очень хорошее время Для себя Не ожидал А обогнал даже Некоторых одноклубников Да Которых до этого Лучше было время Как раз за счет того Что вот мы Очень хорошо подготовились До этого Мы отрабатывали переходы Транзитные зоны И так далее Ну элементарно Вы выбегаете в гидрокостюме Обычно человек Неподготовленный Его будет снимать Только минуты 2 Да Ну там он вообще сидит По тебе То есть ты в него залазишь Там тебе помогают Застегнуться Вот Мы там научились Его скидывать За 10 секунд Да Тебе нужно его скинуть Правильно там Одеть шлем Одеть все для велосипеда Взять велосипед Выбежать И так далее Есть несколько вариантов Например Вы вначале одеваете Ботинки для велосипеда Бежите в них А у них есть Здесь Как они называются Шипы Да Потому что вы встегиваетесь В педали Вот Это вообще жесть Когда вы Представьте Вы едете на велосипеде По асфальту Скорость Разная Но под горку Достигает 60 км в час Вы голый Да Ну потому что у вас Шорты И майка Но вы голый У вас ноги Пристегнуты к велосипеду Скорость 60 км в час Под горку И рядом еще Такие же Сумасшедшие люди Ездят То есть если там Никуда не врезался Ты остался жив Потому что у тебя там Костюм такой специальный А здесь ты сразу Стираешься об асфальт На скорости 60 км в час Вот Очень жестко Реально было страшно Когда вот я ехал на велосипеде Вокруг там толпа народу Все Проносятся Очень страшно Но дистанцию преодолел Следующий слайд Можно Это вот как раз Морская миля У меня У брата была свадьба В Геленджике Я как раз набрал Посмотрел В Геленджике Морская миля И вот Сегодня грубо говоря Свадьба А завтра утром Я уже участвовал Заплыть Для обычного человека Это Ненормально Если сегодня свадьба Ну как минимум Дня два Я не смогу участвовать Ни в чем Для обычного человека Ну так как Я и мы не пьем Вообще Я и моя тусовка Мы не пьем алкоголь Поэтому для нас Это был вообще Кайф Особенно классно Вот здесь на этой фотографии Моя мама Которая никогда Не занималась плаванием Она говорит А я смогу? Я говорю Ну не знаю Вот так говорит Я могу плавать Хоть сколько Я говорю Ну давай попробуем Вот представьте Никогда не занималась плаванием Не тренировалась Ничего Она проплыла Два километра Причем в открытой воде Там не вдоль берега В Геленджике Был кто-нибудь? Там вот эта бухта И от одного мыса До другого мыса Да? Вот так Бухта И вот от этого мыса До этого Да То есть если ты Там что-то с тобой произойдет Ты не можешь к берегу там Причалить И там не как на Айронмене Рядом с тобой там Плывут куча этих серфингистов Да? Нет Такого нет Вот Я не помню У меня по Гармину получилось Два двести Вместо тысячи девятьсот Нарезал там Я потом смотрел По Гармину Я там вот так Галсами плыл И что-то за сорок Две минуты По-моему я проплыл Сорок три минуты Да Вот Мама проплыла За полтора часа Что ли Что-то такое Еще дольше Представьте Это же надо в воде находиться Очень круто Я за нее очень сильно переживал Если честно Я уже приплыл Ждал когда Когда Следующий можно Это как раз Австрия Половина дистанции Мы туда поехали Всей семьей Там у нас правда Были приключения Еще до старта Потому что мы летели Через Стамбул И в Стамбуле нам сказали Что ваша дочка маленькая Которая еще трех лет Она не может лететь Вы с женой можете Дочка не может У нее там проблемы с визой Естественно Нам пришлось остаться На один день Супруге с дочкой Пришлось только 31-го прилететь А 31-го уже у меня старт был Вот Я чуть раньше полетел Но вот Австрия И это невероятная эмоция Для меня Сейчас это уже Такой стиль жизни Я уже не могу без этого Потому что Не только сама дистанция Не только сама подготовка Но и то Когда ты прилетаешь В незнакомый город И весь город Флаги Айронмен И ходят люди Позитивные все Улыбаются У всех Рюкзачки Айронмен У всех кроссовки Асикс Не знаю Эти Как их там еще Ньютоны Ну то есть Такая атмосфера Тусовка Городок маленький Цель Амзи И он весь насыщен Вот этой вот атмосферой Но это просто не передать Очень классно Ты ходишь Все приветливые Веселые Дружелюбные Там велосипеды Смотришь у кого какие Да там часы То есть Такие вот обсуждения Очень классные Можешь следующий слайд Это вот старт Там дальше старт Это вот такие ворота И тут был бассейн Был очень классно Мы здесь разминались Потом уже пошли на старт Следующий слайд Вот Мне дали пакет Стартовый пакет Это входит все уже В те 250-300 евро Которые я заплатил Здесь очень много всего И так как для меня Это было первый раз У меня был просто Мандраж и волнение Потому что я боялся перепутать Там было три пакета Вы видите написано Стрит В То есть уличная одежда Байк Иран Соответственно Каждую вещь нужно было Сложить в свой пакет Я на форумах Все перечитал Инструкцию составил Списки что у меня должно быть Очень сильно переживал Если честно Наклеек только там Штук 10 Потому что если ты ошибся Наклейку не туда наклеил Все Тебя могут не пустить Транзитную зону Там на шлем Нужно сюда 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 На велосипед Там все очень четко Должно быть При беге у тебя должен быть Тоже номер Правильно С правильной стороны Очень классная организация Просто невероятная И в чем невероятность Организация Вот три пакета Они меня вообще впечатлили За день до старта Ты складываешь вещи В пакеты И идешь в транзитную зону Две транзитные зоны Первая Это Т1 После плавания На велосипед Соответственно Синий пакет Байк То есть туда Ты должен положить То, что тебе нужно Будет на велосипеде Нужно продумать Дальше Зона Т2 Это с велосипеда На бег Красный пакет Ран Туда то, что тебе придется На беге Когда во время старта Я подумал Так, а куда я дену гидрокостюм Оказывается Тоже все продумано То есть в синий пакет Ты берешь вещи Туда кладешь гидрокостюм Бежишь, кидаешь Там такая куча Огромная На каждом пакете Еще ты должен Свой номер наклеить Тоже У меня стала паника Так, а я же пришел В тех вещах Которых я не побегу Я же одену гидрокостюм Куда эти вещи Их можно оказывается В белый пакет положить Уличная одежда И все это сдается В машину Там стоит огромная машина Ну, несколько машин Все 2000 человек Сдают в машину И То есть старт И финиш В разных местах И представьте Когда вы финишируете Вы подходите Берете свой пакет С номером И достаете все эти вещи И переодеваетесь То есть настолько Классная организация Все так продумано Невероятно А ваши пакеты Синий и красный Которые вы просто Вот так там Выкинули Их тоже развешивают Там по номерам Вы потом приходите Уже после старта Финиша И все Вот это забирает И очень классно За день до мероприятия Ты должен подготовить Велосипед Поставить его В транзитную зону Тоже Можно следующий слайд Вот Плохо видно, конечно Но вот здесь Как вы думаете На какую стоимость Примерно Так вот на вскидку Здесь Находятся велосипеды Эти велосипеды Остаются на ночь Не закрытые Ничего Ну закрытые полиэтиленом Закрытые полиэтиленом Закрытые полиэтиленом Ну в принципе Можно зайти Сколько общая стоимость Тех велосипедов Это миллиард Мне кажется 20 миллионов рублей Евро Нет Если они обязательно 100 тысяч стоят Ну короче Есть разные велосипеды Но здесь Стоимость общая Полмиллиарда рублей Представляете, да? Ну представляете уровень Тоже людей Доходов Которые этим занимаются Да, это очень классно Конечно общаться тоже В такой тусовке С такими людьми Вот Я поставил свой велосипед Мне было не страшно Что его стырят Потому что рядом стояли В 2-3 раза дороже велосипед Ну я купил себе Квоты Культ Где-то там 110 тысяч он мне обошелся То есть в принципе Ну так потихонечку там собирал Это Ну Не минимальная далеко цена То есть минимальная Можно купить наверное Ну вот совсем уж там Не знаю Сколько За сколько 30 30 можно, да? Нормально Не-не Нормально не будет Айронмен ты на нем не доедешь Не, доедешь Можно и на Там, не знаю Знаете, есть промо-акция Представьте Есть же такие галоши Крок, знаете? Да Вот чувак В целях рекламной кампании Весь айронмен прошел В этих кроксах Он в них ехал на велосипеде И бежал В галошах Да? Поэтому доехать можно Хоть и на школьники Вопрос Кем ты доедешь? Да? Школьникам уж точно Не доедешь Там Весь изнасилованный будешь А? Кинейцы не меньше Они бегают босиком Да? Ну босиком, кстати Это По технике бега Более правильно бежишь Так вот Ну вот Я считаю, что так Чтобы нормально Там соотношение Цена-качество Наверное Где-то вот Тысяча сяд Можно в принципе Да? Уложиться Наверное Уже по прошлогоднему Вот Моя цель Вот Ну если говорить Вот у меня сейчас Такое же желание Это купить разделочный У меня просто шоссейный Да? Есть разделочный велосипед То есть На триатлонных велосипедах Ставятся такие рога Лежаки И ты лежишь на них Да? А есть еще рога Это просто шоссейный Рога я прикрутил А есть ТТшный Конкретно для триатлона Там просто маленькие ручки Чтобы стартовать И только рога Все Ты на нем едешь Да? Вот Ну такой нормальный велосипед Он стоит где-то порядка Семи тысяч евро Ну по новому курсу Это вообще конечно Сумасшествие какое-то Да? Ну это желание такое Они конечно вообще классные Просто это такой аппарат Ну У некоторых людей Машины дешевле стоят Да? Представьте А здесь велосипед Очень круто Следующий слайд И вот здесь эмоции Конечно вообще невероятные Когда Вы уже выходите в воду И вокруг столько людей И вокруг Австрия Да? И тут куча иностранцев И ты понимаешь Что тебе нужно пройти то Что ты никогда не делал И самое что классное Опять я встрял немножко Потому что за Недели две до старта Они изменили трассу Если раньше считалось Самая прямая трасса А в пятнадцатом году Они подали заявку Точнее им одобрили заявку На проведение чемпионата мира Но сказали Ваша трасса не соответствует Она должна быть более кривая И они изменили трассу И велосипедный этап Проходил через горы И набор высоты был Тысяча двести метров На велосипеде Это была жесть Вообще Самая наверное жесть Ну и ничего Ты понимаешь Что у тебя все это впереди У тебя кровь кипит Старт В общем все прошел удачно Это целый Можно отдельный рассказ Рассказывать Как я проходил Но так чтобы понимали На велосипеде Шел дождь Дул ветер Было очень холодно Здесь уже в воде Я замерз И у меня были гели Различные батончики Гель Представьте гель Жидкий гель Который ты выдавливаешь И кушаешь Вот примерно как пюре Есть же Рич Я такие Я у меня Вот когда ты едешь Вот так вот Три часа У меня руки настолько замерзли Что я не мог выдавить его То есть я его отсюда доставал Я не мог выдавить Я прям У меня глаза слезились Я не мог вот так его нажать на руки Выдавить его Я только мог держаться за руль У меня здесь Под стартовым комбезом Был против дождя Чехол Я не хотел останавливаться Потому что это время Я его одевал на ходу Это было ужасно Потому что я когда Получается Одел эту руку А на этой руке У меня был гармин И вот здесь я держался И гармин у меня там застрял И вот я едешь Где-то там 30 км в час Ее дождь Ты весь замерз И там у тебя застрял гармин Там уже вообще Ты себя жалеешь Ты просто думаешь Ну зачем тебе это надо Ты же вообще Так у тебя все классно В жизни Чего тебе мало проблем Вот Еще деньги за это Дурак заплатил Да Бывает такое Иногда спрашивают А вам за это платят Нет Я еще за это плачу Да И люди вообще не понимают Говорят Ты какой-то сумасшедший Ну там говорят Наверное На финише тебе дают Трехкомнатную квартиру В Москве Я говорю Нет Призовой фонд Он классный Конечно Но его разбирают Профики Да То есть там Вариантов как бы нет Следующий Можешь слайд Ну вот здесь Это вот Выхожу из воды Это уже Велосипедный этап Следующий И с велосипеда Дальше А кто это снимал Все это Штабные фотографии Нет Это На каждых таких Крупных соревнованиях Есть компания Ну вот конкретно В Ironman Не помню Как она называется Что-то типа Pix Ты когда Покупаешь Участие Ты сразу выбираешь Купить фотографии Вот Либо ты потом Их можешь купить Но они будут дороже То есть это примерно Еще где-то 25 евро Ты платишь И У тебя номер Представьте 2000 человек Они фоткают То есть везде Куча этих фотографов Они фоткают И потом У них есть специальная программа Которая по этим номерам Ранжирует Ну то есть распределяет По папкам Ты просто заходишь Вбиваешь свой номер Нажимаешь скачать И скачиваешь папку Со всеми своими фотографиями Очень классно Очень здорово Я думаю У Фе может тоже такое будет А есть еще сайт у нас Не помню как он называется Типа марафон Что-то такое Марафон фото Да Вообще классная идея Куча Вот у нас Есть же да Прикол Типа это Человеку плохо Есть врачи Есть врачи Нет Я фотограф Я фотограф То есть все фотографы Любой фотограф Может там заявиться Вы приходите на соревнования Фоткайте сколько угодно И выкладывайте сюда эти фото И люди их покупают Да А если вы фоткаете классно Вот я в бронницах участвовал Я зашел на этот сайт Блин там такие классные мои фотки Да А других нет Я купил естественно Ну то есть разумная цена И этим хорошо И этим хорошо Я тебя как друга просил фоткать Да Сейчас Хорошо Дальше можно Следующий слайд Ну и вот собственно финиш Финиш это конечно То есть ты когда уже понимаешь Где-то вот бежишь Это полу айронмен Что это 1.9 плывешь 90 на велосипеде И двадцатку бежишь Ну 21 И где-то когда Вот уже ты пробежал 15 Ты понимаешь Что ну все Не финишировать У тебя шансов нету Ты финишируешь И метров наверное за 300 Там такая прямая Вокруг просто коридор Створ Дорожка И вокруг люди стоят У тебя улыбка Ты просто не можешь ее сдерживать Тебя просто колбасят Это очень классно Улыбка души Ты опять себя считаешь героем Вот Ну и какой-то козел Не испортил Правда финиш Потому что Там наверху Показывается время И фамилия Вот Я бегу Посмотрел Вроде никого нет И в самый последний момент Меня какой-то конь обогнал Вот Его время там зафиксировалось На моей фотографии Не делайте так в следующий раз Ну потому что Смысл от того Что он меня выиграл При том что я и он Были там 930 какие-то Да Ну как бы Смысла нет А впечатление испортил Вот Ну что здесь Если кому-то это что-то скажет Плавание 1,9 километров Получилось 32 минуты Велосипед 90 километров Получилось 3,10 По-моему И бег 21 За 1,44 То есть 1,44 После того как вы проплыли Пробежали Проехали Ну в принципе Неплохо Для меня было Вот Спасибо И общее время Составило 5,37 Вот Что еще Из интересных моментов Почитал у профиков Профики ходят в туалет Прямо во время дистанции Они не останавливаются То есть они ходят Во время плавания Они ходят во время Велосипеда И во время бега На то они и профики Я пробовал Сходить по маленькому Во время бега Не получается Просто невозможно Да Ну ты не можешь расслабиться Вот На то они и профики Это тоже надо тренироваться Вот Я вам скажу больше Профики даже по большому Ходят во время Дистанции Ну на то они и профики Они деньги за это Получают огромные Вот Но это очень редкий случай Потому что У них такая система питания И подводки Что они практически Не ходят в туалет Во время дистанции Следующий слайд Ну это вот мы Всей семьей Я финишировал Получилось так И через полчаса Приехала моя семья Уже из Стамбула Мы воссоединились И провели там Еще несколько дней Очень классные Вот в этой атмосфере В этой тусовке За день до этого Кстати За день до старта Проводится Паста пати Это вообще Очень классная штука Спагетти Все хавают спагетти Набирают углеводы За день Также до этого Проводится Два очень классных старта Вообще это семейный Такой вид спорта Iron Girl Это Ну вот представьте Приезжаете вы Ваша супруга И ребенок Например Супруга с ребенком Тоже хотят Как-то поучаствовать Iron Girl Это 4 километра Ну не сложно В принципе Каждый может Очень весело Очень классно Iron Kids Это Если не ошибаюсь 100 метров плавания И 2 километра бежать Тоже легко Для детей Специально не сделан Этап велосипедный Чтобы вам не надо было Везти 2 велосипеда Потому что один велосипед При каждом перелете Встает примерно 60 евро Дополнительно вы платите То есть Ну не как бы Не очень радостно Потому что Если вы летите в Европу С Уфы То как минимум У вас одна пересадка Минимум То есть Один раз То есть Вы платите Раз и два И обратно Три и четыре Ну и умножаете 120 евро На два Это 240 евро Только за перелет Вот Поэтому Бывает Можно провести бесплатно Нужно смотреть У перевозчика Иногда бывает Можно бесплатно Ну выложиться В какие-то рамки Следующий слайд Это фотография С московского марафона Ну тут я просто хотел Показать тусовку Следующий Вот Это люди все Это все люди Там 14 что ли Или 12 тысяч человек Здесь вообще Просто очень классно Особенно было приятно Что со мной бежал Мой друг Вообще Вы знаете Что мы с вами Самый опасный Тип друзей Бегун Это самый опасный Тип друзей Есть такой Короткий ролик Там чувак Прикольно рассказывает Он говорит Если в вашем окружении Есть Пловец Велосипедист Или не дай бог Самый опасный Тип друзей Бегун То очень скоро Вы можете себя Обнаружить В очень странном Виде форме На старте Какого-нибудь Забега Поэтому Мы с вами Самый опасный Вид друзей Это бегуны И со мной Был мой друг Я видел Как его колбасит Это его первый марафон Он поставил цель Выбежать из 4 часов Всю жизнь До этого В школу Он носил справку О том Что он негоден К физкультуре Потому что мама Работала в поликлинике Она ему справки Там на весь год Выписывала Вот И он сказал Если я пробегу Этот марафон Я покажу Этот результат Своему физруку Он просто будет в шоке Он из 4 выбежал Там 3 С 50 С чем-то 58 Вот Я просто видел Насколько его колбасило Еще там 5 минут до старта И он стоял рядом И всем сказали Все на старт И он даже со мной Не то что не попрощался Там Не там Давай Уже нету Все там Вандраж такой Ушел Ну просто на разные сегменты Встали Потому что В зависимости от вашего Предполагаемого времени Вы встаете в определенную зону Да Если вы хотите пробежать Там за 4 То вам нет смысла вставать в конец Или за 3 Тоже в конец Вы будете пробираться Среди тихоходов Вот Надо вставать Конечно в начало Следующий слайд Это вот финишеры Здесь тоже Несколько там было друзей Один из них Например прошел Там что-то 5 с половиной часов У него был принцип Не переходить на шаг Потому что В принципе 5 с половиной часов Это уже по-любому Люди шли Ну невозможно бежать 5 с половиной часов У него был принцип Не переходить на шаг Он говорит Я бежал так Быстрее некоторые шли То есть уже вот так Но бежал Ну в принципе сделал Очень классно Следующий слайд Это вот мы здесь Сидим Прямо посреди всего Вот этого хаоса Сняли кроссовки У нас там еда Гречка Хлеб Все это там На асфальте Там такое состояние Знаете Пофигистское Все вокруг Тебе друзья Очень классно Там сразу сделали Массаж 20-минутный Приборы какие-то Подключили Ток дали Ты вот так Подергался 20 минут У тебя мышцы Расслабились Очень шикарно Очень классно Можешь следить Ну и вот о целях Мы в принципе Как бы к концу Уже подходим К вопросам Да если есть О целях Моих В этом году 17 мая Полу Айронмен Еще один В Барселоне Будет Потому что Надо как-то Это вспомнить Все войти Снова В кураж Вот Московский Марафон Опять-таки 20 сентября Я запланировал Ну уфимский Если будет Обязательно И В этом году Я поставил Цель И уже купил Слот На полный Айронмен В Цюрихе В Швейцарии Вот Для меня Сейчас я испытываю Такие же ощущения Как когда-то Ставил цель На марафон И половинку Потому что Когда я прошел Полумарафон В Австрии Я финишировал До старта Я думал Ну физически Я готов и к полному После финиша Я подумал Да ну нахрен Я вообще не хочу Полным Айронмен Чуть-чуть Чуть-чуть Время не прошло Я отошел Зашел в интернет И думаю Ну надо решаться Либо я беру Сразу слот Либо я просто Вату прокатаю Весь следующий год Зашел Купил слот Вот В Цюрих Тоже не очень простая Дистанция По горам Я каждый день Сегодня вот Например Час-десять Крутил педали На станке Ставлю ноутбук Перед собой И смотрю Какие-нибудь соревнования Вот я сейчас смотрю Соревнования в Барселоне Или в Цюрихе Да То есть я прям Вижу трассу По которой они едут Готовлюсь уже Психологически Ну там будет легче Я думаю Хотя нифига легче не будет Это не передать Ну тот кто Бежал в марафон Вы примерно представляете Да Какие мысли А тот кто пробежит Ironman Это просто Очень круто Вот Цель наполовинку В Барселоне Выбежать хочу Из пяти часов Было 5.40 Хочу выбежать Из пяти часов Полный Ironman Я ставлю цель Выбежать Из одиннадцати часов Вот Но вообще бы добежать Так скажем По-моему там дальше Ничего нет Да Все Вот В принципе здесь Можно поаплодировать Какие есть вопросы Можно Да С каким пульсом бежите Марафон С каким пульсом Марафон Так вот прям точно Не скажу Опять таки Это все индивидуально Да Лично у вас Вот лично у меня Наверное Где-то средний Не знаю Сто шестьдесят Сто шестьдесят Сто шестьдесят Сто шестьдесят пять Наверное Сто шестьдесят пять Да конечно Пульсометр Да Я всегда бегаю С пульсометром А вы делали функциональную диагностику То есть Собрали свое панно Там вот Да-да-да Делал То есть прежде чем Мне тренер выставил программу тренировок Мы с ним сделали все тесты Ну какие нужны Определивали панно И на основе этого Он уже разработал программу тренировок А тест тесты делали на беговой дорожке Или вот на оборудовании То есть там с газонаризатором На Уфе такое есть? В Уфе Не знаю Есть у нас или нет Скорее всего Нет, наверное Потому что я не делал Нет, просто Просто он мне сказал Вот пробеги столько И замерь пульс Все, я пробежал столько Замерил пульс Там через По окончанию Еще через какое-то время Да И все И он мне рассчитал Ну там как бы тоже Такие достаточно серьезные люди Которые там Олимпийскую сборную Нашу тренируют И так далее Вот Спасибо Пульс разный у всех Вот например В тех же Бронницах Мы бежали с чуваком Он чуть быстрее Меня бегает Но вот мы с ним бежим У него пульс 130 У меня 150 Да Я думал Это плохо у меня А потом посоветовал С тренером Он говорит Абсолютно нормально Айронмен У первых Ну там Он мне называл фамилией Там чувак Который там Финишировал Один из первых У него под 200 пульс Ну вот Наверное где-то Объем интелирования 160 Я не могу точно сказать Пульс Я как бы на него Сильно не ориентируюсь Если честно Могу А? Давай закончишь Да Все я закончу А тренера как выбирался Первого тренера Первого тренера Как я выбирал Я зашел в интернет Написал Подготовка Что есть В принципе Немного Немного Чего есть Есть Айлайф ранинг Есть Циклон Центр подготовки Что еще есть? Есть Про тренер Индивидуальных Про тренер Индивидуальных много Индивидуальных конечно много Удаленно Получается Да я удаленно То есть смотрите Вот Это классно Что у нас появился Айлайф ранинг Да Они не платят деньги За то что я их пиарю Но я вам скажу Что я бы рекомендовал Вот я с удовольствием Я почитал Там какой-то тренер По бегу Да Есть Я буду платить деньги Помимо того Что я плачу За удаленную программу Я еще здесь хочу платить Потому что мне не хватает Техники Да Мне удаленный тренер Но он сам живет В Италии Он сам там Участник Там сборной Был По триатлону Да Ну очень крутые Там всякие тоже тренера Но при этом Он дает классную программу Мне удаленно Сбрасывает каждую неделю Все там Мезоцикла На весь год Но технику Он мне не ставит То есть Плавательная техника У меня с детства осталась Вот плюс В бассейне Там кто-то подсказывает Велосипедной техники нет Я вот в бронницах Немножко на сборах Там немножко Мне поставили Да Ну бегаю Я просто вот Как бегаю Так и бегаю Там вообще техники Никакой Просто бегу И все Еще можно вопрос Сейчас секунду Я же не до конца Просто сделал Как выбирал Да Я посмотрел То что есть Выбрал Как мне показалось На тот момент Ну самое лучшее Для меня лично Да Потому что это Нифига Ну не дешево То есть Даже тогда я думал Там 10 тысяч каждый месяц Ну надо Да Окей Потом перешел На более лайтовую программу Потому что разницы не заметил Если Не тратить Зачем платить больше Да Да Там была такая программа А Да Я там вот Тренировался И Ну все И вот как-то так вот Но я рекомендую Я сам Потому что сейчас тоже в поисках В Уфе Найти Тоже тех Кто готов тренировать Да Ответил На сборы На сборы Перед соревнованиями Да И там нас прокачали Вообще Да Да Ну вот там были конкретно сборы То есть это тоже Оплачивалось Вот буквально за 4 дня По-моему мы приехали Но там нас прокачали По полной Там именно нас тренировал Человак Который тренирует Женскую сборную России по триатлону Которая там На олимпиаде участвует Да И он нас там вообще Прокачал по полной Хотя технику Они принципиально Нам не давали Потому что сказали Смысл вам давать технику Вы только испортите себя На старте Вот Я их просил Говорю Ну дайте мне технику Я так плохо Ну что мне там плавать Ну тяжело мне было плыть Да Он говорит Не дам Не дам Потом все-таки раскололся Сказал что у тебя грибок Ты делаешь на прямой руке Да Соответственно Ну Рычаг большой Вот так говорит согни Площадь та же будет Зато легче Я вот это изменил И все Я проплыл Быстрее На 5 минут Чем я обычно Эту дистанцию плаваю Я к нему подошел Говорю Вот же А ты говорил Он говорит Ну ты так А большинство Будут плыть Думать Так Так И еще хуже Проплывают Ответил Да Спасибо Тес Вот здесь вот был вопрос С какой дистанции Порекомендуете Бегать с водой С водой Да И что пить Просто воду Или Вообще Скажем так Как я Начина Как я Вот весь Сейчас я Как я начал пить Сейчас просто я по-другому Но как я готовился Да Я пил Ну пить обязательно Если пить То только изотоники Воду пить вредно Потому что вода Вы и так теряете Минералы и соли Да А вода У вас будет Это еще больше Вымывать То есть вся проблема Знаете Есть такое понятие Стена Кто-нибудь слышал Наверное Да Когда вы бежите И как правило Стена наступает На 35-м километре И вы просто Не можете дальше бежать Все Вы все видите Все понимаете Но бежать не можете Вы встаете И все Или садитесь Или идете пешком В лучшем случае Да Это происходит Как раз из-за того Что Слово забыл Не помню Какое-то химическое А? Не-не-не Вот это вот Гликоген Или что-то там такое Просто короче Он там Все Минералы тоже закончились Да То есть нужен натрий Нужен натрий Вот один из основных Таких компонентов Изотоник Туда входит много чего Всего Различные там Соли И вот это нужно пить Пополнять Ну если вы Бежите меньше часа Вообще смысла нет Вот Недавно Я узнал Что на тренировках Вообще лучше не пить Причем узнал от человека Который неоднократно Тоже победитель В СССР Вообще абсолютный там Чемпион Участник ультрамарафонов Вот Я узнал Что вообще лучше не пить Во время тренировок Чтобы организм Был готов Да Сам воспроизводить Но на соревнованиях Уже пить Но при этом На тренировках все равно Надо протестировать Потому что Бывает так Что ты бежишь На столе стоят Различные напитки Ты берешь тот Который ты не пил Ну на пунктах питания Да И у тебя просто Желудок скручивает И все Капец Я не пью Кока-колу Но когда Я на московском марафоне А нет Получается На Айронмене Да Я знал Что Кока-кола Это вообще Последний Не знаю там Последний способ Восстановить себя И это делают Все проатлеты Они колу пьют Просто вообще И когда мне стало Совсем хреново Я начал пить колу И она так Классно пошла Почему Потому что Это сахар галимый Да И он сразу Впитывается И дает энергию Да Егор Он боялся Не задать свой вопрос Как найти время Для тренировок Вообще Чем вы занимаетесь По жизни Где работаете И как найти время Чтобы подготовиться У меня свой бизнес Я занимаюсь Сетевой бизнес Меня просили Сильно об этом Не говорить Потому что Народ обычно Пугается Что такое Сетевой бизнес Но я вот этим Занимаюсь Это дает мне Основной источник Дохода И соответственно Это дает мне Время Вообще У меня произошло Так На самом деле Очень сложно Совмещать Раньше Я работал поваром У меня все То есть я Три дня работал Три дня отдыхал И все эти три дня Спал практически То есть было свободное время Но не было денег И я очень любил спорт И в какой-то момент Мне пришлось отказаться Вообще от спорта Я ушел Вот как бы В работу на себя Какие-то бизнесы Пробовал Нашел то Что подходит мне Создал определенное Скажем так Направление Да это дает мне деньги И высвободил время И поэтому сейчас У меня есть Каждый день Ну 2-3-4 часа На то Чтобы тренироваться Наряду с бизнесом Наряду с семьей С какими-то там Поездками Ну и так далее А есть ли люди У вас знакомые Друзья Которые Будучи Работая в офисе Большинство там Людей Пробегают Конечно Конечно есть Прочитай вот эту книгу Железный человек Есть в каждом Я вас слышал Вот прочитай Очень классно Вообще я вам скажу Что в принципе Все кто прошел Ironman Это люди У которых Вообще Жесткий график Это Ну как правило Например Если брать Америку США То по статистике 70% Людей Которые входят В ассоциацию Триатлона В США Это люди С двумя высшими образованиями Хотя Ни о чем не говорить У меня нет высшего образования Да Но Если не ошибаюсь По-моему Половина из них С доходом Больше 100 тысяч долларов В год В этой книге Есть точная статистика То есть Это далеко не бедные люди И при этом У них Есть какие-то бизнес А бизнес Он отнимает Еще больше времени Чем обычно Работа по найму Да Но они Оптимизируют Находят И кстати Вот именно Вот в этом процессе Мы становимся Железными людьми Не только В процессе Ну бежишь Там Да Дистанция Все А в процессе Того Как организовать Вот бытовые вопросы Потому что Есть же еще И там Родители Которым надо заходить Да Есть семья Есть жена Есть ребенок Есть какие-то Домашние дела Есть работа Есть не знаю Там друзья Есть машина Которая может сломаться Есть там Квартира Дом Ну куча 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 всего И вот когда ты Я почему кстати Еще поставил цель Марафон У меня был полный Хаос в тайм-менеджменте Вообще полная Задница была Да И я понимал Что мне нужно Как-то оптимизировать И я поставил Эту цель И стал оптимизировать И вот все Как-то само собой Выстрелилось Во сколько ты На работу идешь Я встаю Ну когда к 7 Когда к 9 А заканчиваешь Заканчиваю В 6-7 У меня ненормально Работа Ну вот Либо То есть я знаю людей Которые встают Например там В 4 утра В 5 утра Да Либо после работы Но утром Как правило Легче Если я утром Пропустил тренировку 95% Вероятность Что я ее вечером Не сделаю У нас еще есть вопросы Время Или как Бегущий банкир Бегущий банкир Да Классные видеоролики Тоже Очень классно Мотивирует Вообще Я когда стал этим Интересоваться Я не знаю Там часами сидел В ютубе Смотрел 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 Вдохновлялся Вдохновлялся Очень круто Прям Есть ролик Например Про этого Про инвалида Да Где отец У него сын инвалид И отец Прошел всю дистанцию Айронмен С сыном инвалидом Представьте То есть он плыл Те же 4 километра А сзади В лодке Был его сын Прикреплен к нему Ехал на велосипеде Сын сидел Да И бежал Толкал перед собой Коляску инвалидную Вообще Такая мотивация Очень классная Не помню Как его зовут Кто-нибудь помнит Ходжесон А? Ходжесона Как Че-то такое Еще вопросы Скажите пожалуйста Что получают победители Медаль Да Смотрите Медаль получают все финишоры И вот там медаль Она такая классная Я вот Всю жизнь занимался Спортами какими-то Да Ну на уровне Башкирии Города И всегда давали Такие знаете Пятирублевые Медальки Стремные Гора целая Вообще ни о чем Ну просто Никакой ценности А там Такая медаль Просто я не знаю Она такая крутая Реально Она тяжелая Она все красивая Надо было принести Очень классная медаль Это вообще все участники Но победители Они получают деньги Есть например Марафонские дистанции Где призовой фонд Там за первое место По сто тысяч долларов Представьте Они рубятся там конкретно Вот Но вообще Мечта всех триатлетов Это Ну и может быть Не всех Но моя в том числе Как минимум Это участие В чемпионате мира На Гавайях Кона Оттуда все Вообще пошло В 1972 году Если не ошибаюсь Оттуда все пошло Но чтобы туда попасть Есть несколько способов Первый способ Это лотерея То есть каждый год Они присылают письмо Ты можешь купить лотерейку И попасть туда Второй способ Это купить лот 50 тысяч евро Самый простой Наверное способ Заработать и купить Серьезно самый простой Потому что Следующий способ Это Выиграть лот То есть проводятся Этапы Айронмен в течение года И если ты попал Там в первую десятку В первую двадцатку Ты выигрываешь лот Но это невозможно Потому что там профессионалы Проатлет Ну возможно Российские как-то попадают Все-таки Есть еще Благотворительность Но туда приглашают Различных звезд Ну например Известных Каких-нибудь там Шоуменов Киноактеров Они там могут За 17 часов Еле-еле пройти Но это вот Придает некий Такой пиар Вот такая вот Мечта Поэтому победитель На самом деле Что он получает Совершенно другую жизнь Вообще другую жизнь Вы становитесь Совершенно другим человеком Сейчас Здесь был вопрос По очереди Слежу за твоими тренировками Которые ты выкладываешь Но все Посчитать Общее количество тренировок В неделю У тебя сколько получается В часах Вообще Тренер мне ставит 6 из 7 То есть 6 дней в неделю Я тренируюсь Вот Но у меня получается Как правило 5 из 7 5 из 7 В среднем Одна тренировка В среднем Одна тренировка Ну скажем так Если это бег Я не бегаю Меньше 12 километров Если это плавание Я не плаваю Меньше 2,5 километров Если это велосипед Я не езжу меньше Ну вот сегодня 30 А так в основном Обычно 50 километров Вопрос Временные объемы Какие То есть Насколько я слышала В туреатмагистов Очень часто бывают Двентные тренировки Как правило То есть Три же Виды И например Соловые Подводящие Меньше 2 раз в неделю Каждым видом Заниматься Большого смысла Нет Иначе прогресса Не будет Получается Как бы 8 тренировок Их надо было Уложить в 6 дней То есть Часто Очень плавит У меня Раньше были Две Тренировки Я попросил Тренера не ставить Ну как бы Очень много Времени занимает Плюс еще Есть ну допустим Если у тебя Плавание и бег Там плаваю Я в фитнес-клубе Но а бежать На дорожке Как бы вообще Смысла нет А бежать Ну как бы В городе я не люблю Я живу за городом И я там бегаю Плаваю Еду в город В велосипеде Тоже за городом езжу Вот Поэтому Две тренировки Бывает Допустим Зал Подкачка Там специальные упражнения И потом Плавание Вот Так бывает Но Одна тренировка Занимает где-то Полтора Два часа Летом Больше Потому что летом По выходным Еще ставят Брики Брик это Когда ты бежишь Точнее Ты едешь на велосипеде И потом сразу бежишь Вот То есть Брик занимает Как правило Где-то часа Четыре-пять Один раз в неделю Такой ставят Еще? Да У нас Как вы строите Свой беговой Тренировочный процесс В условиях Уфинской Башкирской Зимы Вообще То есть Где вы бегаете Там В весельных морозах Там Что вы делаете Допустим Как-то Заменяете Другими объемными Тренировками Вот И Такой вопрос Ведете ли вы дневник Своих тренировок И Часто ли вы Попускаете Своих тренировок И как Вы Понял Дневник Веду Тренер Мне присылает Все это Уже Оформлено Ну там Есть специальная Программа То есть Я там Пишу Отчеты Ну иногда Забываю Писать Отчеты Но в целом Я пишу Но самый главный Мой дневник Это Гармин То есть У меня Есть часы Гармин Они все Фиксируют И это все Есть в программке Гармин То есть Там Все графики Всю статистику Все это Потом Можно То есть Часы Они соответственно Так Так Да Вот Больше Больше Просто для сравнения Да Прогресса Не то что там Какой-то глубокий анализ Сравнение Прогресса Да Часы Они замеряют И в плаванье И в открытой воде И в закрытой И в велосипед И бег Вот Зимой Я стараюсь Если холоднее Минус 15 Не бегать Хотя Есть опыт Я бегал Там 40 минут И при минус 30 Да Ну просто Попробовать Вот Можно Ну особо там Кайфа какого-то там Нету такого Чисто для галочки Сделаю Я бегаю за городом Кроссовки у меня Шипованные ASICS Arctic Вот С шипами В принципе так В городе Ребята вот бегают На Кашкадане Каждое воскресенье Собираются в 10 утра Там чистят В принципе нормально Вот Я так бегаю за городом Летом вообще кайф Я обожаю просто Летом бегать Это Шикарно На все по-моему А Как часто пропускаю тренировки Бывает Пропускаю Ну Я стараюсь Тренеру заранее писать Сразу в календаре Есть календарь Я ему сразу пишу Те дни Когда я не могу Да Либо я в другом городе Если я в другом городе Я ему пишу Могу только бегать Или если я знаю Что я в каком-то отеле останавливаюсь Я пишу там Ну Там Фитнес-клуб Могу там поплавать Или зал тренажерный Какой-то есть Ну и так далее Вот А так Ну вот я говорю Он мне ставит 6 из 7 В основном Все-таки у меня 5 из 7 Получается То есть Одну Ну это я вообще Я расстраиваюсь Я ему пишу Я лох Он мне говорит Да ладно Ладно нормально Все нормально Всегда меня успокаивает Как ты в своих Состояниях Плюсы Допустим Последствия По утрам Ну там Перепитированность Какие-то 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 Нет Вот у меня Друг тренируется Как раз Вот у тренера Который говорит Что не надо пить Да И он ему сказал Утром встаешь Вот еще в кровати Лежишь Замеряй пульс Тебе нужно высчитать Свой нормальный пульс Если ты знаешь Нормальный пульс Например 60 И если ты проснулся У тебя 68 В этот день Не тренируйся Я сам еще не пробовал Но человек с очень большим опытом То есть Я хочу тоже попробовать Он говорит Организм За два дня Уже знает Что он будет болеть И пульс на 8 ударов больше То есть Если нормальный 60 Утром встал 68 Говорит Не тренируйся Лучше побереги себя Еще можно вопрос Да По питанию То есть Тереноваться Во время Ну обычное Питание Во время тренировок Какие-то у вас есть Там Особенности Крязис Там Не знаю Сейчас Я понял Сейчас У нас есть время Или нет Есть еще Хорошо Я не вегетарианец Не вегетарианец Но при этом Я не ем мясо Чтобы было понятно Потому что когда я вначале Говорю что я не ем мясо Сразу второй вопрос Ты вегетарианец И не вегетарианец То есть я ем рыбу Я могу поесть суп На мясном бульоне Но в апреле Будет ровно год Как я не ем мясо Просто решил попробовать Получится или нет Нет каких-то там Идеи Что животных жалко Нет Жалко Но не поэтому Ее мясо Решил попробовать Не есть Я не пью алкоголь Вообще Но это уже Там несколько лет Нормально Не лучше Не хуже Так же Вес больше Я и так был Всегда в принципе худой Я скажу Что я даже набрал У вас больше соотношения Роста и веса 182 рост 65 64 с половиной вес Всегда так было Раньше Когда я занимался Скалолазанием Я даже 70 весил Сейчас уже Нет Но сейчас Потихонечку набираю Потому что активная Такая тренировка Идет Мясо не ем Ем очень много Фруктов Овощей И так далее Приходится больше Есть Чувствую себя Классно Рост решил попробовать Может быть там Скоро решу Заново попробовать Есть там мясо Во время тренировок Чем питаюсь Опять таки В интернете проблем нет Можно заказать Питание специальное Спортивное Я использую Питание Скузи Немецкая фирма Ну я как бы Люблю немцев С немцами работаю Скузи они делают Все Изотоники Энергетики Мне это Вообще Отдельная тема Знаете как классно Когда ты на сайте Выбираешь себе Изотоники Батончики Там гели Тебе приходит Целая посылка Ты открываешь Ты это все Перед тренировкой То есть ты одеваешь пояс Сюда наполняешь Изотоник Ты его разводишь С водой Добавляешь туда порошок Вставляешь баллончики Берешь гели Готовишь их Специально заворачиваешь Засовываешь сюда Все да То есть как командос Просто готовишься Вот И он бежишь И ты Вот первое время Я ждал Когда у меня наступит обед Я бегу Все Прошло 40 минут Первый раз Гель Съел Все Через 20 минут В следующий раз Пьешь Ну это целый процесс Это вообще классно Себя лишать удовольствия Такого не хочется Очень Но конечно и дешевое тоже То есть В интернете можно найти Способы Как самому сделать Изотоник Потому что по сути Можно добавить там Соль, сахар И там еще что-то Купить там фруктозу В аптеке И так далее Как самому даже Батончики сделать Из сухофруктов Из вот этого всего А какое-то спортивное питание В плане Мультивитамины Там не знаю Там какие-нибудь ПСА Там не знаю Что-то такое Выпьеваете? Белковые Аминокислоты Белок Да Белковые коктейли Утром встаю Всегда белковый коктейль Сразу стакан выпиваю Обязательно Ну у меня как бы Есть свои витамины По своей деятельности А? Он протектор Чего? Ну это Это есть Я пью БАДы Это есть В тех БАДах Да Которые я пью Я пью Минеральный комплекс Обязательно Это обязательно Потому что Когда я начал готовиться Я сразу почувствовал Что у меня суставы Говорят Друг Что-то ты как-то Сильно быстро И много бегаешь Да? Я начал Ну добавки Обязательно добавки принимать Ладно рассказывать Потому что люди Вроде не знают Не обязательно 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 Но я вам скажу так Просто в силу своей деятельности Я занимаюсь добавками В том числе Пищевыми И большинство людей У нас вот они такие БАДы Ой ужас Иди отсюда Не говори мне об этом И поэтому все болеют На самом-то деле Но в спорте Это очень классно помогает То есть Когда начинаешь общаться Вот я там В той же Австрии общался То есть все люди Которые такие дистанции преодолевают Состоятельные люди Они все принимают Там добавки Все занимаются Все платят деньги За тренировки То есть это обязательно надо Конечно Ну иначе Можно себя травмировать Если вы хотите пробежать Марафон через месяц Вы себя травмируете Хотите Ironman через год Себя травмируете Потом просто Знаете Я тоже себя травмировал За это время Несколько раз В том числе Когда попытался Перейти на технику Естественного бега Там надо бежать Там надо бежать С носка А мы все бегаем С пятки Как вы знаете И меня никто не предупредил Что нельзя сразу переходить Потому что идет Очень сильная нагрузка На ахилл А ахилл не готов И у меня как он заболел Все я не могу бегать Просто не мог бегать Я очень сильно страдал Очень сильно Наверное Ни у одного У меня такое было Потом у моих Друзей У них тоже Самая была проблема С всякими Менисками То есть кому-то Уже операцию делали Там вырезали Да С тем же ахиллом Один мой знакомый Потратил Ну не одну Тысячу долларов На то чтобы Там пластыри Уколы Врачи Обследования Да ничего не помогает Вот Просто дал лишнюю нагрузку То есть лучше Поберечься Это написано у него В книге Все вам будут Об этом говорить Но Мы как всегда Не слушаем Я вот таким же был Ай ладно Пробегу больше Сделаю здесь Тренировку То есть не жалеем себя Это неправильно Потому что реально Если организм вас Как-то что-то вам Выключит Какую-нибудь функцию Потом долго будете Восстанавливаться Лучше Вот Лучше позже Пробежать марафон Или айронмен Но здоровым Абсолютно точно Потому что Здесь речь о том Чтобы продлить Своё состояние Здоровье Правильно Потому что айронмен Все-таки Это уже не физкультура Далеко Ну вы знаете Профессиональный спорт Это не здоровье Здоровье Это физкультура Вот И нужно находить Грань баланса Давайте ещё Я думаю Один вопрос Есть ещё И всё Да Получается айронмен Большой И он у вас ещё впереди Да Айронмен 146 Он ещё будет в Цюрихе 19 июля 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 Да Половинка Да А вот Начиная в 15 году У вас уже была цель Вот именно В 15 году Что вы пробежите А я же рассказывал Не Что в Цюрихе Нет В Цюрихе я слот купил После финиша в Австрии Через несколько дней Когда отошёл от этого От всего Я купил слот А цели сразу не было Я начал готовиться К марафону Повторюсь Да Я рассказывал Ты с самого начала был Всё Отлично Всё Если вопросов нет Спасибо Передаю слово Владу Мы в Уфе Открыли филиал Школы Московской Школы правильного бега То есть Основная цель какая Научить человека Правильной техники И правильной системе Подготовки К соревнованиям И самое главное Вот то О чём говорил Очень много Егор Цель То есть Человек нам не приходит Просто научиться бегать Он приходит С целью Пробежать Через 7 недель Полумарафон Вот И мы к нему готовимся То есть Если у него финансы Не позволяют поехать С нами Допустим В Вену Вот у нас 24 февраля Будет Организационная встреча В Богемике В зале То есть Там мы расскажем Как и что Программа проходит И начнём готовиться К 12 апреля Поездки в Вену На полумарафон Там 40 тысяч человек Стартует Вот Те кто не смогут Мы для них Альтернативный завек Будем проводить Плюс-минус Выходные В Уфе То есть Но самое главное Что любой человек Сможет научиться Вот с нуля Просто поставить цель Техника Силовые упражнения Качественные Выносливые тренировки Там она ровная Ровная И Готовый старт То есть У нас арендованы залы То есть Будем бегать В помещениях И пару тренировочек У вас будет самостоятельно Которые будете делать Как поставить Ну Офиса у нас нет Вообще В нём нет Никакой необходимости Сайт И в контакте Группа Алафранинг Уфа И в фейсбук То же самое Вот То есть Всё Сможем там обсуждать Я думаю Мы запустим рубрику Тоже Вопрос к Егору Кто не успел Получить какие-то Свои ответы С удовольствием Там напишите Егор может даже В комментариях Будет отвечать Я думаю Удовольствие Ну я думаю Спасибо всем большое Был очень рад Всех видеть Со всеми познакомиться Пишите в группу Как бы Добрый Счастье Встречайте Спасибо